Этому маленькому четвероногому другу удаляют папилломы. Операцию проводят под местной анестезией, так как другая может вызвать осложнение, поскольку ему уже 12 лет. Питомец операцию переносит стойко, не проронив из звука. Самые частые проблемы домашних животных, с которыми их владельцы обращаются в клинику – вирусные заболевания. Непривитые животные болеют вирусными заболеваниями. То есть, почему-то многие люди считают, что если животное сидит дома, никуда не выходит, то прививать его совершенно не обязательно. К сожалению, потом они приходят уже и говорят, что да, теперь мы знаем, что нужно прививать. Болеют и домашние животные, потому что вирусы любые вы можете привести и с ногами, и с руками, и с любым, в принципе, предметом обихода. В основном это вирусные заболевания приходят сюда. Ну и плановая стерилизация кастрации. У врача удается украсть лишь пару минут на разговор между операциями, так как пациенты ждать не могут. В очереди сейчас можно встретить только кошек и собак. Но за помощью сюда не раз обращались владельцы грызунов, воронов, хомяков, хорьков и даже крокодила. У каждого свой диагноз, клиническая картина болезни и, соответственно, свой план лечения. Наверное, как и все скажут, что животные не жалуются. То есть спросить у них, что у них валит, это сложно. А владельцев собрать анамнез тоже иногда категорически отказываются говорить что-либо, либо не признаются. То есть с этим проблема. А в принципе, на самом деле, ничего в этом сложного нет, лишь бы любить животных и желание помочь всем животным. Без животных Юлия Юрьевна не представляет свою жизнь. Дома ее ждут две собаки, два кота, три лягушки и две рыбки. Услышав то, с какой заботой и трепетом она говорит о своих пациентах и домашних питомцах, понимая, что ветеринар – это больше, чем профессия. Это призвание. С детства, на самом деле, пошло. Мама меня сюда, скажем так, отправила. И уже так сложилось, что она мне понравилась. Спасибо Санкт-Петербургу, где я училась и проходила практику. Именно там меня направили. Поэтому я сначала сомневался, когда училась вообще, буду я врачом или нет. Но потом так сложилось, что я сейчас не жалею об этом ни капли. Канал 16 поздравляет всех ветеринарных врачей нашего города с профессиональным праздником. Спасибо за вашу сложную и ответственную работу. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.